Привет! Меня зовут Даша, это моё новое видео, и сегодня мы снова будем говорить о моде и стиле. А конкретно хочу с тобой обсудить выпускной 2020, какой выбрать наряд, образ в целом, макияж, прическу, и давай быстрее начинать. Вообще, выпускной — это такая волнительная тема, даже вот я сейчас сижу, снимаю это видео, и мне так немного не по себе. Я представляю, как ты себя чувствуешь. Хотя я уже вроде бы это всё прошла, да? У меня было в школе, в выпускной — в университете, и всё прошло вообще просто прекрасно. Поэтому я хочу поделиться с тобой своим опытом, дать тебе какие-то советы, чтобы у тебя это было ещё более круто, классно и запомнилось на всю жизнь. Потому что выпускной в жизни бывает только один раз — это не свадьба. И хочется в этот день выглядеть на все 100%. Да, я, конечно, понимаю, что выпускной 2020 — такая спорная тема, непонятно, когда он будет, что с ним будет. Он останется в те же даты, когда планировали или его перенесут. Всегда нужно быть ко всему готовым. Подготовка к выпускному — это приятное событие, так что я держу скрещенными пальцами за то, чтобы выпускной у тебя был, чтобы быстрее вот эта ситуация, которая у нас сейчас в мире происходит, закончилась. Образ на выпускной — это не образ на вечеринку. Тут не нужно гнаться за трендами. Стоит задача подчеркнуть твою индивидуальность, твои выигрышные стороны и просто одеться так, как ты мечтаешь. Если ты хочешь платье, как у принцессы, пожалуйста, выбирай платье, как у принцессы. Если хочешь что-то более строгое, элегантное, выбирай это. Полагайся на свою фантазию. Есть, конечно, какие-то определенные нормы, я о них сегодня расскажу. Есть какие-то тренды и тенденции 2020 года, я тоже о них расскажу. Но самое главное — это чтобы твой образ нравился именно тебе. Есть такой стереотип, что выпускное платье должно быть длинным, пышным, ярким. Но если ты хочешь прийти в коротком платье, либо ты хочешь прийти в костюме, а костюмы в 2020 году очень популярны, об этом мы сегодня еще с тобой поговорим, то, пожалуйста, выбирай то, что тебе близко по душе. Любое платье, комбинезон, костюм, все что угодно будет уместно. Главное, чтобы это было не вульгарно, потому что это все-таки мероприятие, на котором присутствуют родители, учителя, поэтому нужно выглядеть соответствующе, и чтобы это было удобно. Вообще, на самом деле, у меня выпускной разделялся на две части. Была первая часть официальная, и вторая часть вечером, когда мы уже праздновали в ресторане. И я считаю, что очень классная идея — это поменять образы. То есть первый образ на официальную часть — это может быть платье принцессы, длинное в пол. А на вторую часть, когда вы идете в ресторан или куда-либо праздновать выпускной, туда уже можно надеть платье мини, в котором тебе будет удобно двигаться, танцевать, участвовать во всяких дурацких конкурсах. Мы уже обсудили тот момент, то, что наряд на выпускной — это не обязательно платье. Это может быть все, что угодно, что выглядит нарядно, в чем ты чувствуешь себя комфортно, но в меру приличия. То есть, если ты открываешь декольте, то лучше это все сбалансировать, допустим, длинными рукавами. Если ты выбираешь платье с открытой спиной, то пусть декольте будет не таким открытым. Я думаю, ты мою мысль понимаешь, что да, это могут быть яркие детали, но они должны быть в меру. Во всем главное — баланс. Из таких еще общих вещей насчет платья. На первую официальную часть я бы советовала взять однотонное платье, потому что если это платье макси длины, которое само по себе говорит о том, что это вещь нарядная, добавлять туда еще какие-то детали в виде принта я бы не советовала. Если мы говорим о трендах 2020, сейчас очень актуальны такие пастельные тона. Бежевый, цвет капучино, молочный цвет, цвет слоновой кости. То есть, вот такие светлые оттенки, атлас, допустим, в таких оттенках очень красиво выглядит. Либо в таком бежевом оттенке будет очень красиво смотреться брючный костюм. И если ты все-таки хочешь прийти на выпускной в костюме, то давай отличаться от мальчиков. Черный и синий цвет оставим им. Допустим, шикарно будет костюм смотреться в белом цвете. Очень красиво. Причем это может быть чистый белый костюм, либо белый с какими-то деталями. Это могут быть те же стразы. Это могут быть перья. В общем, все, на что хватает фантазии. Конечно, костюмы — это очень сложная вещь. Я даже не могу тебе посоветовать, в каком бренде покупать эти костюмы, потому что это супер индивидуально. В идеале, конечно, костюм шить. Но шить вещи на выпускной — это затратно по времени, по деньгам. Или если ты знаешь, допустим, что в каком-то бренде костюмы на тебе идеально сидят, то это вообще идеальная ситуация. Можешь купить. Тем более костюм — это такая вещь, которую ты 100% будешь потом носить. Можно и шакет отдельно носить, и брюки отдельно носить. А вот про платье я бы так не сказала. Если ты, допустим, покупаешь платье на вторую часть, когда вы идёте в ресторан, это платье будет носибельным. Ты можешь его надевать потом на день рождения, либо на какие-то события. То есть это окей. А вот платье вечернее, длинное, которое очень яркое, которое, по сути, произведёт впечатление один раз, а потом его будет сложно куда-то надеть. Я бы не советовала бы его покупать, потому что потом его сложно продать, оно будет висеть в шкафу, тебе мозолить глаз. Да, конечно, если ты хочешь, чтобы это у тебя было платье только у тебя, то ты можешь шить какое-то платье по своему дизайну. Но я бы в этой ситуации посоветовала бы сделать так, как сделала я, и это было просто отличным решением. Я благодарна своему 17-летнему мозгу в тот момент, то, что до меня это дошло. Я взяла платье в аренду. Я тогда поехала в Киев в сервис аренды платьев Oh My Look. Выбрала для себя своё идеальное платье, была дико довольна, заплатила за это относительно небольшую сумму, потому что это было дизайнерское платье. И покупать его, ну, я не вижу никакого смысла. А взять в аренду — это очень умное решение, это очень экологичное решение. Сейчас это будет актуальнее всего. Тем более там есть платья маленьких размеров на девушек маленького роста, там есть платья в больших размерах на девушек plus size. То есть, каждая там найдёт свой вариант, поэтому очень сильно их советую. Покупать или не покупать платье, я думаю, там обсудили, это понятно. Теперь давай вернёмся к трендам 2020. Пастельные оттенки, я уже сказала, да, плюс очень актуален такой нежно-меловый, такой светло-сиреневый цвет. Очень красиво смотрится, особенно на брюнетках, просто отлично. И также актуален такой вот светло-оливковый, как у меня здесь на платье, но тут у меня более такой зелёный. Актуален такой ещё более нежный, более пастельный оттенок, который будет очень красиво смотреться на длинных макси-платьях. Актуальные рукава воланы, как на моём платье сейчас, актуальны большие вырезы. Причём не просто там V-образные вырезы, а какие-то необычные, трапециевидные, либо вообще платья со спущенными плечами, либо какие-то чёткой геометрической формы, либо платья на одно плечо. Всё это сейчас в тренде, если тебе это нравится, то, пожалуйста, пользуйся, бери на заметку. Также актуальны платья такого не приталенного, свободного кроя, но для выпускного платья, особенно на официальную часть, так себе, честно говоря, вариант. Теперь давай это всё обсуждать на примерах. Я собрала фотографии платьев, которые мне нравятся, которые, я уверена, подойдут для выпускного. И вот, кстати, первое платье такого нежно-молочного цвета. И оно, кстати, подойдёт как на официальную часть, так и на вечернюю часть выпускного, потому что оно достаточно нарядное, в нём присутствуют такие фатиновые детали. На стройных девушках это платье будет очень красиво смотреться. Тут на модели надеты чёрные босоножки, я бы их, наверное, заменила на более нежные, бежевые. Дальше белое атласное платье макси длины, и может показаться, что оно похоже на платье невесты, но, во-первых, оно не такое сверкающее белое, а такого белого-молочного спокойного цвета. Во-вторых, оно очень простое, элегантное по своему крою, у него прекрасный такой достаточно большой V-образный вырез. В то же время у него красивая закрытая рукава с манжетами. Это платье подойдёт как стройным девушкам, так и девушкам с более пышными формами, потому что вот этот V-образный вырез, крой на запах, это всегда смотрится очень выигрышно, красиво. На переднем фоне девушка в чёрном платье, и вот его бы я уже не советовала, потому что оно такое бесформенное, оно чёрное, и тут оно выглядит траурно, совсем не для выпускного. Чёрное мини-платье в пайетках, и это платье я бы советовала уже для второй вечерней части. Да, здесь чёрный цвет, но, во-первых, это платье яркое, оно будет отражать цвет, оно будет классно смотреться на фотографиях, и смотри, тут открыта спина, но закрыта грудь. Платье прекрасно смотрится с чёрными босоножками, так что здесь вот можно прям этот образ брать на заметку. Следующее это красное платье футляр, и, кстати, сейчас я говорю, что на выпускной лучше присматриваться к пастельным оттенкам, но у меня у самой на выпускном было красное платье, и я ничуть не жалею, хотя красное это вообще не мой любимый цвет, я не понимаю, как так получилось. Вот это красное платье, конечно, уже идёт на грань, потому что здесь полностью открыт верх, здесь большой вырез, здесь открыта спина, разрез сзади, и вот если ты надеваешь такое платье, я считаю, что волосы должны оставаться распущенными, то есть это могут быть такие красивые, не спадающие локоны, потому что если бы здесь была высокая прическа, как это обычно девушки делают на выпускной, да, тут бы было слишком открыто, слишком много голого тела. Сюда босоножки нейтрального цвета, на каком-то таком среднем тонком каблуке, распустить волосы, сделать такой нюдовый, блестящий, такой влажный макияж, то это будет смотреться очень даже хорошо. Следующее платье фатиновое зелёное, с очень актуальным рукавом, с открытым верхом, это платье мини, достаточно пышное, очень классное. Оно будет уместно как на официальной части, но больше я бы его советовала, наверное, на вечернюю часть, потому что посмотри, как оно красиво смотрится в движении. Под него можно сделать уже более яркий макияж с акцентом на глаза, будет смотреться красиво. Следующее платье, и снова мини, и снова оно подойдёт как на первую часть, так и на вторую часть, потому что это платье современной принцессы. С одной стороны, оно простое, оно белое, но с другой стороны, посмотри, полупрозрачный длинный рукав, эти детали из перьев. Под это платье я бы сделала такую высокую подобранную прическу. Я не говорю сейчас про такие огромные прически, как будто у барыни 16 века, в которых там заводились мыши, какие-то пирамиды на голове, нет. Вот девушка с локонами, эти локоны можно подобрать красиво, просто парой шпилек, и это уже будет такая простая, лёгкая, высокая прическа. Снова платье светлое, тут такая лёгкая люрексная ткань, платье по форме напоминает халат, платье на запах, и опять же, вот это платье будет отлично смотреться на девушках plus size. Если оно на тебе хорошо сидит по размеру, оно подчеркнёт то, что нужно подчеркнуть, скроет то, что нужно скрыть. Тут в нём даже не обтягивающий рукав. Наконец-то платье Макси, такое настоящее длинное платье принцессы, оно сверху открытое. Под это платье я бы сделала какой-то лёгкий макияж, распустила бы волосы, накрутила локоны, возможно, немного бы вот так присобрала сзади, сделала бы вот такую настоящую прическу принцессы. Я в начале видео говорила о том, что платье Макси должны быть однотонные, без принта, но этот горох тут достаточно гармонично выглядит. Дальше платье с рукавами-валанами, атласное, очень модное, очень актуальное, молочного цвета. В нём есть красивый V-образный вырез, подчеркнута талия. Если ты хочешь быть в тренде, вот такой для тебя вариант. Следующий вариант это платье комбинация. Я бы советовала его больше, наверное, на вечер, потому что тут открыта верхняя часть, разрез на ноге. Платье очень красивое, если тебе фигура позволяет его надеть, то пожалуйста, это отличный вариант. Вот прекрасное платье, как на первую часть, так и на вторую. Если тебе хочется быть в чём-то мини и показать свои красивые стройные ноги и руки, но в то же время их немного прикрыть, то вот идеальный вариант. Мини-платье, поверх которого идёт такое фатиновое прозрачное платье длины Макси, с оборками, с рукавами, воланами. Оно, с одной стороны, длинное красивое, с другой стороны, трендовое, так что вот такой классный вариант. И чёрный цвет здесь смотрится достаточно легко. Платье а-ля 50-е, из такого блестящего чёрного материала, очень красиво облегающе сидит сверху, подчёркивает талию. Потом от талии идёт такая пышная красивая юбка, которая очень классно смотрится в движении. И хоть это чёрное платье, но оно смотрится как-то по-девичьей и очень легко. Дальше снова светлое платье, и это очень нежный вариант, такой супер женственное, очень лёгкое, асимметричный крой снизу. Красивый рукав, красиво подчёркнута талия. Платье идёт даже с таким небольшим шлейфом, так что в нём ты будешь себя чувствовать просто принцессой. Дальше платье в моём любимом голубом цвете. У него почти полностью открыта спина, и это такое настоящее платье Золушки. Очень-очень красиво будет в этом платье блондинкам. Дальше платье Макси с принтом. И я знаю, я говорила, что принт на платьях Макси редко выглядит уместно, но вот здесь именно такой случай, когда это получилось. Это платье на грани. Было бы тут этого принта чуть больше, или был бы он немного ярче, уже бы было плохо. Дальше платье на вторую часть выпускного. Очень классное, переливающееся, с таким розовым отливом. Супер короткое. Если не боишься открывать ноги, то оно для тебя. С большим вырезом. Если тоже не стесняешься носить такой вырез, то, пожалуйста, это будет выглядеть очень красиво. Тем более сейчас есть такие специальные липучки, которые крепятся. Получается, что декольте хорошо прилягает. Ты будешь чувствовать себя комфортно. Одно из первых ярких платьев. Если тебе хочется яркости, то почему бы и нет? Но если мы берем платье яркое, то в нем должно быть минимум деталей. Допустим, как здесь. Атласный материал. Красивые переливы, красивый крой. Оно от талии струится. Идет даже с таким небольшим шлейфом. Минимум деталей, максимум цвета. И вот, наконец-то, первый вариант костюма, который мне нравится. Это жакет с разрезами на рукавах, с поясом. Мне очень нравится, что он такой кристально-белый. Очень красивые брюки. Платье Макси длины. Я нашла его на Asos. И это платье из категории Asos Petite. То есть платье на девушек маленького роста и маленького размера. Так как я знаю, что девушки маленького роста часто встречаются с проблемой то, что длинное платье им совсем длинное. И никакой каблук их не спасает. И приходится постоянно что-то ушевать. То вот здесь это просто идеальный вариант. Ничего не нужно ушевать. Платье сверху идет на запах своеобразным вырезом на красивых тонких брительках. Оно идет из такого плессированного фатина. Такого насыщенного синего красивого цвета. И на шатенках, брюнетках это платье будет очень классно, выигрышно смотрится. Вот это черное мини-платье под кожу я нашла на сайте Topshop. И оно, конечно, на официальной части будет смотреться неуместно абсолютно. Но на вторую часть, более такое тусовочное, оно подойдет. И если кожа это твой стиль, это то, что ты любишь. Это платье я бы советовала надевать без каблука. Даже можно его сочетать с такими грубыми ботинками, как у модели на фото. С высокой прической. Кожа сейчас очень в тренде. И эти рукава в тренде. Платье классное. Платье яркое, но на вторую часть. Короткое парчевое платье. Светло-бежевого такого оттенка слоновой кости. С красивым бантом. Рукавом 7 восьмых. Оно будет хорошо выглядеть как на первой части, так и на второй. Это платье из H&M, но с ним нужно быть очень осторожным. Потому что оно подойдет не всем. Тут нужно мерить. Это платье, кстати, очень красиво будет сочетаться с такими лодочками на таком небольшом кит-н-хилл каблуке. С, возможно, такой нежной поднятой прической. То есть тут нужно, чтобы образ в целом был очень продуманный. И я думаю, что это все на сегодня касаемо платьев. Теперь скажу буквально два слова по поводу прически и макияжа. Самые актуальные макияжи это такие сияющие. Когда на лице есть хайлайтер, есть бронзер. Акцент больше на глаза, чем на губы. Но опять же, тут нужно отталкиваться от твоего образа в целом. От твоего платья, от твоей внешности. Все очень индивидуально. Но в целом есть такая тенденция на инстаграмный макияж. На такой модельный, молодой макияж. Который выглядит таким сияющим, влажным. Придает лицу такого, знаешь, не яркого контуринга, как у Ким Кардашья. А вот эффекта такого блеска, загара. Ну я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Насчет прически тут тоже. Так как сейчас идет тренд на минимализм во всем абсолютно. То прическа должна быть легкой. Легкой. Легкие, но в то же время ухоженные кудри. Если это поднятая прическа, то она сделана буквально при помощи нескольких шпилек. Это не какие-то банты, розы, волоса. Это максимально такие вот натуральные прически. В таком французском стиле легкого шика, когда это выглядит красиво, ухоженно. Но в то же время кажется, что это было сделано очень быстро. То есть это выглядит очень естественно. Надеюсь, тут тоже понятно. И на сегодня, наверное, все, что я хотела сказать. Так что спасибо тебе большое за просмотр. Я надеюсь, это видео было для тебя полезным и интересным. Если да, то, пожалуйста, поставь лайк. Если хочешь еще видео на тему выпускной 2020, напиши обязательно об этом в комментариях. Задавай свои вопросы. Я на них отвечу там же в комментариях. Либо если их будет достаточно много, то сделаю целое видео на эту тему. Если тебе интересно, чтобы я рассказала историю своего выпускного, свой опыт, показала какие-то фотографии, то тоже напиши об этом обязательно в комментариях. Подпишись, пожалуйста, на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео и поставь колокольчик. На этом на сегодня все. Пока. Надеюсь, очень скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok